здравствуйте дорогие мои телезрители и подписчики на канале youtube голова садовая чуть у меня из язык заплетается сказать по совести устала как собаку значит сегодняшняя тема розы запоминайте пожалуйста лунка для роз должна быть 40 сантиметров в глубину ну хотя бы 30 в ширину 30 35 лучше 40 потому что у меня посажена все-таки троечка все-таки по три одинаковых розы в каждой лунке вот обратите внимание там где 2 значит одна на выживание где-то закопано потому что в этом году высадка роз она совпала с какой-то погодой дурацкой и как высаживать розы если на тех розах которые уже растут на даче до ни один год на них листьев нет как с листьями можно высадить вот сейчас после того как мы сейчас сюжет снимем я их укрою укрывным потому что ожог листьев он однозначно будет при таком ярком солнце до точки на небе ходит но от этого им то легче не становится слишком нежная зелень но тема сегодняшняя от а корни собственных розах знаете я читаю ваши комментарии иногда я читаю такие не очень приятные мне вещи значит расскажите о корне собственных розах значит как это все правильно сделать но вы себе представляете мой ответ сколько он займет место я пишу что корнями корни собственными розами я не занимаюсь потому что в сибири только привитые на дикий шиповник это не всякая выживет это нужно укрытие это нужно знаете за ней еще походить это канатки вон да они могут и без укрытия слава богу зимовать а то что является царицей сада это же другое соединив розы и чайно-гибридные флорибунда получили такую хорошую смесь называются они гранди флоры или парковые она около двух метров а может быть и выше и у нее цветы они же крупные бокалы длинные лепестков очень много вот такой на елизабет за что люблю за эту необыкновенную красоту и за количество бутонов на ней как у флорибунды только цветки как у чайно-гибридной и она менее прихотливой получилась значит она речь то не об этом о корне собственных читая вот этот комментарий да я почувствовала что человек мне со злом отвечает что вот значит нам это надо вы это не делаете не делаю потому что нам не надо понимаете не надо и в таком тоне не пишите мне комменты отвечу так что пожалеете об этом значит без оскорблений хамство пожалуйста то что я говорю и там зайти с таким у меня характер такой но я никого не обидела не оскорбила значит что такое корни собственная роза это растение совершенно приспособлены только к южным регионам или к теплым странам там они могут расти без проблем но у нее корневая система совершенно не защищена почему прививка делается в шиповник вот в кулачок который практически находится у поверхности земли вот выставляя кулачок на поверхность ну да специалисты предполагают что дикая часть шиповника выставленная вот тогда здесь поверхность земли что она будет являться защитой вот здесь самая низкая температура но получается фигня потому что когда наступает холод прививки переохлаждаются и погибают шиповник своих деток выпускает когда наступает немыслимая жара прививки перегреваются и опять погибают поэтому я закапываю вот это этот кулачок примерно вот настолько под землю ну вот как то я так привыкла и мои розы существуют в течение долгого времени корни собственной розы получают из однолетнего побега который слегка одревеснел и вот эту среднюю часть вырезая ну занимаются до обрезка листиков царапание там бороздавание все в гетерооксин чтобы там до появились наплывы колес и оттуда корешки и так далее но поверьте мне что мы с гортензией то справиться не можем ей надо укрывать корневую вот эту зону вот таким слоем садового мусора там стружками опилками чем угодно перегноями навозами так мы с розой точно не справимся минус 19 выдерживает только роза привитая наши повник роза корни собственная ничего не выдерживает если промерзнет почва и не вовремя выпадет снег а таких краев у нас полно где ветра дует такие что там только ветром охладиться почва либо поверхность и и да не знаю какой низкой температуры это роза погибнет в первый год поэтому такие вопросы мне не задавать если ответила что этим не занимаюсь значит я этим не занимаюсь меня вполне устраивает качество посадочного материала которое приходит в город красноярск и его окрестностей это просто потрясающие розы так я просто у меня слов нет ассортимент такой что трудно даже сказать их 200 сортов 300 а может уже 500 они со всех краев и областей в этом году было поскромнее но тем не менее посадочный материал магазина до сих пор изумительный причем и цена то у них уже упала до самого предела значит и хочу сказать что вот посадив розы да я выбрала самое солнечное место но не могут они расти в тени но может быть в варианте если только до двух часов солнце с востока а потом легкая кружевная тень тогда они цвести будут дольше но если все-таки будет полутень или тень то они не будут вызревать понимаете они не работают в темноте в тени листьями так чтобы все время фото синтез шел и отправлял туда в корневище питательные вещества которые понадобятся на следующий год для того чтобы этот куст возродился и снова зацвел вы понимаете о чем я я надеюсь что да поэтому выбираем солнечное место поливаем регулярно ну пока они вот только посажены два раза в неделю и желательно когда пройдет две недели и они как-то там схватятся корешками до за почву тогда нужна подкормка есть специальные подкормки она в бутылках называется для роз и хризантем и у них одинаковые совершенно условия содержания и одинаковые подкормки но вы сами можете подкармливать отдельно амофосом отдельно азофоской отдельно дачным коктейлем они очень любят пожалуйста кухонные помои которые вы там помыли посудку тоже под них вы же их не собираетесь есть я надеюсь да поэтому поливаем всем что под руку попадется будете кормить увидите какие розы на свете бывают но как только они одыбуются и пойдут в рост мы их обязательно снимем и уж конечно покажем как они вообще способны ли они цвести в первый год обильно и красиво на этом все до свидания